Следующая тема. Интересный разворот человека вокруг его оси. Прохло за спину и можно даже попытка захвата. Движение. Одна рука без плеча, а вторая рука тащит на себя рывком за плечо. Получается такое движение. Можно, например, за шагом. Сразу, видите, правая рука вот сюда вот идет. Та, которая толкнула, она остается пом и идет. Удушающий прием. Здесь, значит, его так должен быть выведен немножко вперед. Если он будет здесь стоять ровно, у него прокинет, перегрессивался, поднял. Можно в стоке вотушить. Можно опустить вниз и туда, в это положение, задушить его сильно. Можно пойти дальше с ним и заблокировать его ногами и задушить его тоже. Есть два варианта удушающих. Это два механизма сонных. Первый механизм перекрывает сонные антерии и не дает кислороду поступать в мозг через кровь. Через несколько минут, ну не минуты, сейчас хожу, секунду, через 15-20, тогда человек засыпает. Теряет мозг встал и все. А второй механизм, это когда я давлю на дыхательный гордок. То есть не перекрываем не кровь кислородам, а конкретно дыхалком перекрываем. Давлю на дыхательный гордок. Вторая ручка здесь. А на дыхательный гордок упирается либо мне в плечо, либо вот сюда. Мы как бы на грудь ее укладываем. И делаем вот такой решитель. Вот такой вот. Или вот такой. Это очень как бы жесткий. Я просто сдавливаю мугуру вперед. Поэтому вот этот вариант более бумагный. Бумагный или ссорный? Да, здесь бицепс перекрывает сонную антерию с этой стороны. А предплечье? А предплечье закрывает сонную антерию с другой стороны. Плотно прижимает к нему. Если я ручку кладу вот сюда. Не здесь. Потому что она ее может так снять. И прием не получится. Ну вот здесь. Уже сложнее ее доставить. В общем-то локти оказывается посередине его центра. Черт. Прямо подчерк. Черт. На кадыке. Если захват достаточно плотный, удушающий, то в принципе он может быть комбинирован. Здесь я на сонную антерию передаю. А вот этим самим локтилом сгибом еще и защемляется трахидер. Тот человек кашляет. Пусть его опустили. Чтобы рука моя, чтобы он ее не спустил туда, я делаю замок. То есть я сразу вставляю вот эту ручку. Видите? И подвожу туда на бицепс. Причем, смотрите, локти. Они сближаются друг к другу. Если локоть здесь в сторону топырен, то может он его сбить по каток и разрушить его захват. Если локоть... Очень плотненько все. И так хорошо. Значит, я прячу голову у него здесь, на голове. Я тоже начинаю голову давить на вашу кровь. Если руки длинные, допустим, у вас, ну или шея тонкая. Ну и просто говорят, можно делать вот так. Я не на его голову поду, а на свою. Тоже хороший вариант. Вот такой замок. Движение. Сам разворот. Мы стоим, и руки у вас на этом уровне уже находятся. На уровне у плечи. Движение. Вот. Если примерно весовой категория такой же, то за счет этого удара он сам протяжелее. Если он потяжелее, то и я ещё немножко прийду за него забежать. Когда я вижу вот это движение, то есть я немножко осаживаю вот уже, и заваливаю себя. Сразу один локоть должен встретиться с другим, и ладонь прячу на затылке, чтобы не достал эту мою руку. Ну и всё будет как ТПХ, значит просто садить его дальше, чтобы он сидел, либо лежал. Только то, чтобы он будет потерпеть, он будет так. Примерно так, когда он обнякнет, он в это время надо отпустить и положить лицо вниз, чтобы он пришёл в себя. Дальше пошёл, я пошёл приток кислорода в мозг, где я так не забыл ещё? А сейчас вот что? Не знакомо, да? Бывало так, когда дышим. Смыслеет мастера дышания? Можно помочь ему чуть-чуть его таз приподнять, чтобы приток выросла. Да, пошёл туда. Можно помочь ему помассировать затылок, чтобы быстрее, быстрее, чтобы пробовал научение. Незабываемое ощущение. Ну ладно, мы утики там туда смотрим в это время. Поехали. 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 Продолжение следует...